Здравствуйте! Здравствуйте! Садитесь! Иван Пономаренко уже 10 лет обучает машинистов локомотивов для электро- и тепловозов. Но сегодня у него особенный урок. Все студенты приехали из другого лицея. Сегодняшний урок по теме проверка тормозного и пневматического оборудования локомотива. Считаю эту тему довольно серьезной, важной, так как малейшее нарушение по проверкам может привести к трагедии. Несмотря на то, что ученики знакомятся и с темой, и с преподавателем впервые, Иван уверен, трудностей у них не возникнет. Для этого он использует свой любимый прием. Не называет тему сразу, а ставит перед студентами задачу. И уже решив ее самостоятельно, они погружаются в предмет. Оценивает методику преподавателя комиссия. Вот этот мастер-класс в течение 45 минут, он позволяет объективно оценить мастера, его знания, его умения, его методическую подготовленность. Это все влияет на качество подготовки специалистов. Особенно важным Юрий считает умение работать с группой в комфортной для нее атмосфере. Преподаватели оценивали и в других барнаульских колледжах. Так, например, в колледже сыроделия состоялся мастер-класс преподавателя-парикмахера с 17-летним стажем. Сегодня здесь плели косички не из сыра, а из волос. Сегодня я подготовила учебное занятие, мастер-класс по теме плетения косичек различными способами. То есть у меня девочки на уроке будут плести косы с использованием ганиколона и лент. Дальше преподавателей ждет оценка и сравнение между друг другом по 60 критериям. От методического мастерства до использования передовых технологий. Победитель регионального этапа отправится в Москву. Там конкурсанты из разных регионов проведут онлайн-уроки, по итогам которых выберут десятку лучших. Им и будет присвоено звание «Мастер года». Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.